Всем привет! Сегодня у меня новое видео, хочу вам показать и рассказать об одной иной вещи, которая мне пришла, но тем не менее, хочу сделать это видео немного более интересным, потому что у меня вещь маленькая, которая пришла, и мне нужно было как-то разбавить это видео, каким-то его сделать более увлекательным, а не просто ткнуть вам в камеру вот этой штукой. Вот смотрите, что мне пришло. Всем приятного просмотра, хорошего всем дня, большое спасибо всем, кто на меня подписывается. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь, пожалуйста. Итак, первое, ну, совсем не относящийся к делу, я не буду вставать, но, короче, у меня футболка новая с лого Атари. Если вы не знаете, что такое Атари, люди, значит, вы не играли в компьютерные игры. Это просто царь и бог. В общем, что ко мне пришло. На День Папы, а День Папы в Италии, хрен знает когда, вот, наверное, на днях, потому что пока еще нет. На сайте Аква Депарма была акция, по которой вы могли любой продукт купить, и вам был в подарок небольшая такая штучечка с одеколоном Аква Депарма. Я, в общем, решила купить. Я опять купила бальзам. На этот раз у меня Бергамотто де Калабрия. Вот так он выглядит. Отличные бальзамы. Я его тоже кого-нибудь подарю. Супер штука. У меня один уже есть. Он очень хороший, но мне одного хватит. Тем более, что запах, да, запах у них разный, но все зависит от того, с каким вы запахом купите его. Но, в принципе, свойства у них одинаковые, поэтому нет смысла их все покупать. Ничего другого интересного на сайте я не нашла. Точнее, нашла, но эта вещь была распродана. Как обычно. Как обычно, знаете, самое интересное уходит сразу. И что же мне дали в подарок? В подарок мне дали вот такую вот маленькую штучку. Эти штучки у них называются La Capillera. То есть, не обращайте внимания, все будет пищать, извещать. У меня просто обновляется телефон, обновляется компьютер. Короче, вот так эта штучка выглядит. Собственно, La Capillera это коробка для шляп. Собственно, именно вот такого типа раньше были вот эти коробки для шляп. И, кстати, сейчас на сайте Aqua Deparma они вот выложили, у них есть две отличные сумки. Там такая классная кожа, супер сумки. Довольно дорого, но не очень красивые. Что входит вот в эту штучку? В эту штучку входит Aqua Deparma Colonia. Такая маленькая-маленькая, здесь 5 миллилитров. И еще входят две вот такие штучки. Это Aqua Deparma Banho a la Colonia. То есть, это гель для душа, фактически. И это Creme a la Colonia. И это крем для тела, ну, в общем, для всего. Освежающий крем. И точно такая же вещь. У меня, кстати, вот есть здесь эта капиллера. Но она красивее. У меня вот такая же была от Pionia Nobel. Она, кстати, больше. Я думала, что мне показалось. Нет, она действительно больше. И она, мне кажется, красивее сделана. Это отличная вещь для хранения кисточек. Итак, что же я хотела, о чем же я хотела вам рассказать. Я подумала, что у меня несколько ароматов, точнее, несколько у меня, несколько у моего мужа, подобных ароматов, как Colonia. Как Aqua Deparma Colonia. У Aqua Deparma еще есть Colonia Intensa. Это более интенсивная версия. У меня, к сожалению, ее нет. У меня ее нет даже в пробнике. Но я ее когда-то тестила. Я точно помню. Абсолютно о ней ничего не помню. Помню, что тестила 100%. И, собственно, о чем я хотела вам рассказать. О чем я хотела с вами поговорить. Кстати, кстати, кстати. Вот меня все кидает из огня до в полымя. Вот это все было в такой вот очень красивой коробочке с ленточкой. Сама эта коробочка тоже очень такая хорошая. И здесь у меня будет храниться всякая косметика. Собственно, я подумала, что как же много ароматов, которые похожи на ту же Colonia. И я подумала, что у меня есть несколько ароматов, которыми можно, в принципе, ну, как сказать, не то что заменить. Но, по крайней мере, ароматы будут похожи. Некоторые даже очень. Поэтому я решила сделать такое вот небольшое видео. Я этими ароматами пользуюсь сама. Ими пользуется мой муж. То есть они совершенный унисекс. Поэтому у меня здесь и четыре аромата. Первый это Кевин Клайн Ван. Здесь 200 миллилитров. Это аромат моего мужа. Он вот очень уже хорошо его отсюда использовал. Это тоже его штука, потому что свою я уже использовала. Это фарина. Опять одеколон. И это именно тот одеколон, тот классический, тот самый первый, который был создан в городе Кёльн, после которого начали все такие вот легкие эспиридные водички называть колонь или одеколон. Собственно, вот это вот первая и оригинальная вещь. Потом ее имитировали, старались имитировать, но до вот этого, до совершенства такого не дошли. Кстати, у меня есть видео. Я постараюсь его откопать и оставить его внизу. А это видео, оно будет о нашем путешествии в Кёльн, ну там чуть-чуть. Но самое главное, это о нашем походе в музей Джованни Мария Фарина, который, собственно, и создал вот эту вещь. Вот тут, видите, написано Фарина. И этот красный тюльпан здесь совершенно не просто так. Дело в том, что тюльпаны, ну вы это, наверное, знаете, ликбез из истории. Тюльпаны раньше были очень-очень дорогими, их очень. Вот эти вот луковицы тюльпанов, из-за них просто войны начинались, войны. Именно поэтому Фарине нужно было на свой продукт придумать лого, чтобы оно показывало, что этот продукт, который в бутылочке, супер люксовый, супер эксклюзивный. Именно поэтому решил сделать в качестве лого именно вот тюльпан. И, в общем, там очень много всего. Нам понравилось наше путешествие в Кёльн, нам понравился наш поход в музей. И вот эти вот вещи, одну такую для меня, одну такую для него, нам их подарили уже на выходе. Это вроде бы как подарок. Но, на самом деле, вот эта вот штучка, она просто перекрыла цену всего билета. Там, на самом деле, вход в музей, он стоит очень-очень дешево. Там мало человек в группе, то есть, по-моему, там 3 или, может быть, 4 группы в день. И, в общем, 10 евро что-то в ход стоит. Единственное, что так как мало вмещается в группу людей, нужно заказывать время через интернет. Что я, собственно, и сделала. Я нас зарегистрировала через интернет. И, в общем, очень интересная вещь. Короче, оставлю видео внизу, оставлю, потому что сейчас как начну. И я решила, значит, взять вот этот Кевин Клайн, взять Форина, который одеколон, вот тот самый, тот самый первый. Взять, не смейтесь, не смейтесь, это просто перелит. 4711, это тот одеколон, который... У них, кстати, огромный, шикарный магазин в Кёльне, огромный. Дело в том, что 4711 ошибочно. Многие принимают за тот самый первый одеколон. На самом деле нет. Они пытались делать, и они довольно успешны. Они расширили свой ассортимент из одного одеколона. У них сейчас их много. У них сейчас их только нет. И лимонные, и какие-то цветочные. И в то время как у Форины, у него вот один вот этот вот. И ещё, по-моему, есть несколько одеколонов. Просто там один или два. И в то время, когда мы были, это было в прошлом году, они создавали новую линию по знаком Зодиака. Что-то такое. В общем, у 4711, который является имитатором одеколона, у них много. Так как Афорина, он так и остался верен, вот, собственно, тому самому первому. В общем, здесь 4711. Дело в том, что у нас был огромный флакон сплэш. И так как моему мужу ему неудобно сплэшем пользоваться, я ему любезно предоставлю закончившийся у меня ароматец. Raspberry Fantasy. Это мне подруга привезла из Японии. Очень хорошая такая сплэшка после душа. И, в общем, я её помыла, проденефицировала и перелила ему из сплэша вот 4711. И вот эти вот четыре аромата у меня, и я хочу вам о них немножко рассказать, рассказать плюсы-минусы, рассказать, пройтись быстро по нотам, рассказать, что мне нравится больше. Если вам вдруг нравится такого типа продукт. И бонусом пойдёт ещё рассказ об этом аромате. Это новый аромат, мускусный от Родригеса. Это такой вот белый матового стекла-флакон. Вот он вот только-только-только недавно вышел. Здесь всего лишь три ноты. В общем, я вам о нём расскажу тоже в красе. Итак, первая вещь. Начнём мы, наверное, с Kevin Klein One. Kevin Klein One – это вот такая штука. У Kevin Klein выходит очень много постоянно всяких там лимитных изданий. Но я остаюсь верной именно вот Kevin Klein One и Kevin Klein One, который в чёрном. Мне тоже очень-очень нравится. Шикарный аромат и этот, и этот. Итак, Kevin Klein One. Сейчас. Ананас, зелёные ноты, мандарин, папайя, бергамот, кардамон, лимон, мускусный орех, фиалка. Жасмин, Илан Кеналк, роза, белая фрезия, сандал, амбра, мускусный орех, белый кедр, дубовый мук, зелёный чай, зелёные ноты. На самом деле, такое ощущение, что я чувствую здесь всё, но не чувствую здесь ничего, если его брать отдельно. Это просто такой очень яркий, цитрусовый, зелёный аромат, который, тем не менее, стойкий. Именно вот из-за этой вот всякой мускусной ноты, может быть, кедровой. В общем, очень хороший аромат. Он недаром, недаром, это классика, недаром его любят. Многие люди уже, многие, многие уже, наверное, не один десяток лет его любят. Потому что этот аромат, это действительно аромат, который вам даёт чувство свежести. И, собственно, именно одеколоном, именно фариной вдохновился Кейн Клянь, когда создавал этот аромат. То есть, если это был вообще первопроходец, и этот аромат был создан первостепенно, не для того, чтобы надушиться, не для того, чтобы от вас исходил хороший запах, а для того, чтобы, ну, не от вас, от человека, а для того, чтобы от человека не исходил плохой запах. Это две разные вещи. Потому что раньше было очень грязно, очень была плохая гигиена. И даже если гигиена у человека была хорошая, мы, в принципе, все знаем, что, ну, такие водофобы были люди, потому что раньше водой, а точнее рыбой, которая была в воде, многие травились. А потом этой же водой все купались, потому что водопроводов-то особо не было. В принципе, водопроводы, они были еще в Древнем Риме, в Древнем Риме еще были бани и все такое. Но, короче, в Европе было все очень плохо с водой, и воду брали вот эту всю из рек. И, кстати, вот, поумничаю, на французском поозон, поозон, и рыба, и яд, это одно слово. Потому что рыбой раньше травились очень многие люди, и поэтому ее назвали вот так. То есть, это все имело отпечаток, конечно же, и на воду тоже, потому что люди просто боялись воды, они боялись мыться. Они думали, что помывшись им будет хуже. Поэтому вот такая вот плохая практика гигиены. Собственно, поэтому были созданы вот эти вот ароматы, вот этот аромат первой фариной, для того, чтобы немножко закамуфлировать, замуфляжить эти все вони, которые были. В общем, я, как я уже сказала, я оставлю видео внизу, посмотрите, там я все более подробно рассказываю. И этот аромат, он шикарнейший, он, мне кажется, он подходит подо все. Все, я сейчас вам расскажу, что вот я его сейчас сравню с этим, с 4711, и потом докончу свою мысль. В 4711 апельсин, персик, базилик, бергамот, лимон, цикламен, лилия, жасмин, полгарская роза, ветивер, стоите, так и написано. Я, на самом деле, эти ноты списывала с фрагрантики русской, и я бы назвала Таитянский ветивер, а не ветивер стоите, ну ладно. Мускус, сандаловое дерево, дубовый мох и кедр. Я этот аромат пшикну вот сюда. И он очень похож, он очень-очень похож на Кевин Клайн. Тем не менее, Кевин Клайн более цитрусовый. Этот же 4711, он более зелено-свежий. Я вас уверяю, если на вас будет этот аромат, или один, или второй, особой разницы никто не заметит. Потому что у них у всех вот эти вот очень яркие цитрусовые ноты, у всех абсолютно. И единственное, нужно сказать, что 4711, он не такой стойкий. И эти два аромата, что этот, что это, что 4711, что Кевин Клайн, это ходовые ароматы у моего мужа для работы. Дело в том, что ему приходится часто и много, и постоянно. У него даже своего нет офиса, он отдельного. У него свое рабочее место, его рабочее место вместе со своими подчиненными. То есть все вместе. И, ну, это как бы сделано для того, чтобы немножко сглаживать... Сглаживать... Чтобы у людей не было такого ощущения, что вот он мой босс, он какой-то там недосягаемый, да? Или там это мой подчиненный, и он у меня ниже. Мне кажется, что это все правильно сделано. Мне кажется, что все должны так работать. И именно поэтому ему приходится постоянно быть с людьми, постоянно ходить с кем-то, разговаривать, какие-то конференции, какие-то там встречи. И эти два аромата у него есть даже вот этот вот, даже у него в тройном экземпляре. И он у него постоянно на рабочем месте, на столе, еще в столе, и один еще у него в сумке. И это те ароматы, которые вроде бы как... Вот ты слышишь, что человек идет, он хорошо пахнет, но ты особо... Особо этот аромат тебе не мешает. Он тебе просто создает или дает просто плюсик в карму человека, что вот классно, от тебя хорошо пахнет. Но он не идет впереди человека. Он просто как бы органично с ним впитается, и у вас ощущение от человека, что вот он чистенький, помытенький, ходил в душах и хорошо пахнет. Мне кажется, что вот именно для офисных работников или для работников, или для тех людей, кто просто часто общается с людьми, которым нужно общаться с людьми, эти ароматы, они более чем нужны вот такого плана. Сейчас я прочитаю состав, собственно, фарина. Что у нас в фарине? У нас апельсин, горифрут, лимон, бергамот, цитрон, лайм, цветочные ноты и травы. Нам показывали, как делаются эти ароматы, и нам давали понюхать разные ароматы разных годов изготовления. И дело в том, что нет абсолютно точных ароматов, абсолютно одинаковых ароматов, потому что они в производстве до сих пор используют материалы не химические, там где-то возможно. И поэтому, как мы все знаем, погода это дело непредсказуемое, и они, например, привозят апельсины, бергамот, лимон из Италии. И если там какой-то год был особо дождливым или какой-то год был особо засушливым, то это все, конечно же, отразится на фруктах и на цитрусовых, поэтому в итоге отразится и на запахе тоже. И, кстати, там нас когда привели в то, в подземелье, где все это там у них в лаборатории, я была единственным человеком, который ответил правильно на оба вопроса. Там было два вопроса, и я правильно ответила на все. Этот аромат, он 100% более, он более яркий, он более цитрусовый. Зеленые ноты здесь тоже есть, но здесь очень яркий цитрус, очень. Это он отличается, он отличается и от 4711, он отличается и от Кевин Кляйн. Но не в плохую сторону и не в хорошую сторону, он просто другой. Просто здесь реально цитрусовый взрыв такой, конкретно сильные-сильные яркие цитрусы. Этот аромат мне нравится очень сильно, я люблю цитрусовые ароматы, к сожалению, они не такие стойкие. Этот аромат, между прочим, он довольно стойкий, честное слово. Это одеколон, но как нам рассказывали, что по концентрации, да, одеколон он так называется, потому что он был сделан в колонии, да, в Кёльне. Но по концентрации этот аромат не уступает парфюму. И последняя вещь, собственно, из-за чего я все это дело затеяла, это Аква Депарма, Кулония. И, собственно, сейчас я вам прочитаю, что у нас есть в Аква Депарма. Это розмарин, амбра, лаванда, цитрусы, жасмин, белый мскус, болгарская роза, ветивер, вербена, вербена лимонная, сандал и пачули. Этот аромат, он тоже, кстати, у него много поклонников, прям премного, у этого больше, у этого очень много поклонников. И этот аромат, он тоже совершенно спокойно может быть женским. Здесь очень много, прям очень много лаванды. Я не люблю лаванду, но здесь её довольно сильно чувствуется. Она, в принципе, есть в том или ином, в той или иной концентрации во всех этих ароматах. Но здесь её чувствуется очень-очень сильно. Ещё пачули тоже. То есть этот аромат, он, если вот этот, здесь у нас цитрусы, цитрусы, если в этом у нас какие-то зелёные ноты вместе с цитрусами, в этом тоже зелень и такая лёгкость, то в Аква-де-Парма, я не скажу, что он тяжёлый. Они все лёгкие ароматы, но он из них самый тяжёлый. И он из них самый насыщенный. Этот аромат, он из них наиболее, наверное, подходит для мужчин. То есть они все подходят для мужчин и для женщин, но этот наиболее. Очень тоже яркий, очень цитрусовый. Лаванда чувствуется прямо-прямо в нос, сильно даёт, прям сильно. В общем, хороший тоже аромат. И на жаркий, жаркий, яркий, солнечный день, мне кажется, любой из этих ароматов вас освежит очень-очень даже сильно. И что ещё хотела сказать? Рассказать ещё хотела об аромате от Нарцисса Родригес. Это новый у них аромат. Он у них вышел буквально-буквально совсем недавно. И, собственно, я сейчас его нанесу на себя. И я, как кто-то, знаете, капитан очевидность. Этот аромат вам может понравиться, может не понравиться. Как и все ароматы, но я сейчас немножко больше объясню, что я имею в виду. В этом аромате у нас мускус, цветочные ноты и кашемиран. Это и всё, что у нас есть. Я любитель мускусных ароматов. Я очень люблю мускусные ароматы. У меня был любимый мой аромат, который, к сожалению, сняли. И который сняли не потому, что решили снять, его потом перевыпустили. Это Body Shop Muscuse. Его сняли, потому что Ифра много лет назад, больше, чем 10 лет назад, сделали новое постановление о том, что некоторые ингредиенты не должны использоваться в приготовлении парфюмов, потому что они были признаны токсичными. И мускус тоже подпал под этот запрет. Поэтому всем ароматам, которые были мускусные, в том числе и Body Shop тоже, им нужно было срочно найти, синтезировать в лаборатории примерно такой же аромат. Примерно такого же хрен получилось, поэтому получилось то, что получилось. Я потом купила ещё один Body Shop и решила, что это совсем не то. Из мускусных ароматов у меня ещё есть два очень красивых аромата. Первый – это аромат Muscuse от Reminiscence. И второй аромат – это мой самый любимый аромат, мускусный. Это у меня Narciso Rodriguez Mask Essence. Это какого-то бородатого года лимитка в очень красивой серебряной бутылке, которая переходит плавно в чёрный. Там у них ещё есть серебряная, но у меня именно серебряная, которая в чёрном. Очень интенсивный, красивый аромат. Именно по нему я оцениваю все ароматы мускусные. И по тому самому Body Shop, у которого уже хрен найти. И, в общем, этот аромат, он, знаете, он такой, как... Как вам сказать, блин? Вот я не пьяна. Просто расскажу вам ассоциацию, которая мне пришла. Возьмите белого, красивого, плюшевого мишку. Не настоящего, плюшевого медведя. Окуните его в тазик с мускусом. Стряхните, высушите его хорошо и дайте ему в руки цветы. Вот аромат вот этот. То есть аромат цветочно-мускусный, но очень мягкий. И эта вещь, на самом деле, мне кажется, гениальна. Скажу сразу, мне этот аромат не очень нравится, потому что я сужу об ароматах мускусных по тому самому. И к тому самому, от этого аромата до того, просто как пешком до Рима. Очень, очень, очень долго и очень нудно идти. Но этот аромат, у него есть стопроцентные шансы понравиться тем людям, которые не любят мускусные ароматы. Потому что здесь мускус есть, но здесь еще есть и цветочки. И все это так очень хорошо сделано мягко, что человек особо и не поймет, что он в мускусе там. И потому что у некоторых мускусов есть такая неприятная особенность немножко отдавать потом. Я это не очень люблю, именно поэтому я люблю тот самый аромат от Родригеса, который очень стойкий, очень яркий, очень мускусный. Но потом он никак не пахнет. В этом аромате у вас нет пота, у вас нет таких вот мускусных, каких-то животных ноток, которые могут раздражать людей. Поэтому у аромата есть все шансы понравиться людям, которые не любят мускус, которым хотелось бы мускус, но которым сам мускус не нравится. Им нужен какой-то недомускусик. Я не говорю, что этот аромат недоаромат или он плохой. Он просто мускус, но не совсем мускус. У этого аромата есть огромный шанс не понравиться тем людям, как я, которым, в принципе, мне этот аромат, он что есть, что его нет абсолютно, по барабану. Но если есть люди, которые обожают, например, как мускублайхан от Lutenz, там прям такие мускусные лошади, этот аромат, конечно, им вообще не понравится никак. Вот. То есть, этот аромат, он, по-моему, просто идеально вписался, такой-то вмежду, вмежду. И у него есть шанс понравиться и тем, и тем, или не понравиться ни тем, ни тем, но большинству, мне кажется, он понравится. Поэтому обязательно его потестите. Вот. Это все, что я вам хотела рассказать об этих ароматах, о моей небольшой покупке. Я надеюсь, что вам понравилось, что вам было интересно. Я обязательно вкину внизу под видео ссылку на видео, которое о одеколоне. Посмотрите информативно, очень интересно. И пишите, пожалуйста, напишите мне ваши отношения к таким унисекс ароматам. Дружите ли вы с Kevin Klein, особенно с этим, или вот с этими ароматами, знали ли вы об этом аромате что-то. В общем, пишите. Мне очень интересно. Пишите, пишите. И всем отличного дня, всем прекрасной погоды и хорошего наступления весны поскорей бы. И на этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok